Учения, значит, будет НАТО проводить, длиться будут они несколько месяцев, крупнейшие за последние десятилетия масштабные учения, сценарий, значит, что НАТО, ну а страны Альянса подвергаются нападению вымышленного противника под названием Аказус. Да, ну, Аказус по латыни параметр, да, ну, соответствующее слово французское, произошедшее от этого, это повод, ну, помните, Аказия, в русском языке Аказия, ну, с Аказией, ну, это с поводом, значит, да, там, с Аказией. Вот Аказус, Путин теперь у нас Аказус, Аказус. В учениях примет участие более 40 тысяч военных стран Североатлантического Альянса, солдаты также будут из Швеции, ну, и так далее. Интересно. Посмотрим. Понятно, что эти учения, так скажем, предтечь к каким-то серьезным действиям. Может быть, эти действия вместе с учениями развернутся. Посмотрим, очень интересно. На японском телевидении диктор рассказала, что с точки зрения либералов, они, японцы, являются привилегированными угнетателями. То есть, да, она заявила, что несмотря на то, что идеи, да, либеральные захватили западный мир, они не приживутся. В Японии, ну, я тут согласен. С точки зрения либералов, рядовой гражданин Японии угнетает иммигрантов уже тем, что родился в своей стороне и говорит на японском языке. Да, ну, вот, в какой-то степени они правы. Что будет с Японией? Понятно, что там никакой либерализм ни в коем случае не победит. Там победит кибертиране. И Япония будет противодействовать Китаю в этих условиях. Их искусственный интеллект, который будет у японцев, будет врагом искусственного интеллекта, который будет у китайцев. Ну, в какой-то степени это нормально, это хорошо. Полковник корпуса стражей Исламской революции какого-то Хосейн Али Джаваданфар. Да, зовут вот этого Хосейна Али Джаваданфара. Прибили на Ирано-Пакистанской границе. Очень интересно. То есть, я так понимаю, что это была проведена операция группировки Джайш Аль Адль. Они вступили в бой с силами стражей Исламской революции и победили, видите. Очень интересно. В Казахстане мужчина, не совладав с эмоциями, застрелил известного спортсмена, приревновав его к своей жене. Вот, выстрелил в голову Ильеру Юнус Метову. Вот этот Юнус Метов, он мастер спорт международного класса по ММА, мастер спорт по кикбоксингу, мастер спорта по кудо, обладатель Кубка мира, чемпион Евразии по ММА, обладатель гран-при битва на Катуни и так далее. Вот я всегда, знаете, вспоминаю фильм Индиан Джонса и этот Ковчег Завета. Помните, там такой момент, когда выходит какой-то араб в Каире и начинает такими ятаганами крутить. И так, и так, и так красиво крутит. Тот стоял, смотрел, смотрел, достает револьвер. Пшшш, тот брык и упал. И все. И вот я всегда думал, что человек вот так крутить этими ятаганами учился, ну, наверное, полжизни. И потом хватило одной секунды, чтобы его отправить на тот свет. Так вот и здесь. Видите, вот чемпион, почему хочешь, а пришел мужик с обрезом, бах, и все, и нет чемпиона. Это очень серьезно. Так что учитесь, граждане, стрелять. И почти половина Польши и Сувалтский коридор вчера остались без GPS. И вот грешат на то, что это деятельность путинцев. Очень странно, что это российские средства радиоэлектронной борьбы из Калининграда погасили. Я сомневаюсь, что на такую глубину, более 100 километров, можно погасить этими средствами радиоэлектронной борьбы. Но я сразу вспоминаю свою службу. У нас была 619-я радиостанция обычная. То есть не повышенной стойкости, не еще просто. 619-я такая морская. И обычно тот, кто шел в новогоднюю ночь на посттехническое наблюдение, разгадка на ПТН, он брал эту 619-ю, включал нулевой канал и поздравлял всех с Новым Годом. И телевизор вырубался, представляете, в изображении нет, сразу гасится. И голос такой, с Новым Годом по телевизору, по обычному. И в поселке в Ниде то же самое. То есть в округе километров на 5, на 7, может на 10. Никто не смотрит телевизор, слушает только поздравления идиотов-пограничников. Было очень смешно. Так что если с помощью такой нехитрой радиостанции можно погасить, то, наверное, и с помощью средств радиоэлектронной борьбы можно. Но я в этом не сильно разбираюсь. Слава, как думаешь, обмен ударом между Ираном и Пакистаном может привести к войне? Конечно. Сейчас торка идет просто. Сейчас пакистанцы торгуются. Кто больше даст, китайцы или американцы? Если американцы дадут больше, они начнут войну. Если китайцы, они ее не начнут. Конечно, склоняются они в сторону того, чтобы получить от Китая, потому что Китай граничит с ними. Китай очень сильный, связываться с ним не хочется. И лучше получать за то, что ты не воюешь, чем воевать. Ну, то есть здесь много нюансов. Но пакистанцы – это особые люди. Поэтому, если я вполне допускаю, будет выгода равноценной, они, скорее всего, примут решение в пользу войны. Ну, они так устроены. Пакистан, ну, вы вот считаете численность. Не надо численность считать ни Ирана, ни Пакистана. Нужно понимать, Пакистан – это ядерная держава, независимо от того, что он там численно превосходит многократно. А Иран, да, он еще является ядерной державой, ну, и там, как бы, есть определенное желание решить свои внутренние проблемы за счет войны. А у Ирана нет такого желания. Понимаете, любая война приведет к усилению внутренних проблем, в отличие от Пакистана. И, знаете, сейчас Пакистан, ну, там коррупция бешеная. Сейчас Индия тоже начнет деньги предлагать им. Скажет, давайте, берите бабло и мочите этих подонков в Иране. Потому что Индии это будет очень выгодно, чтобы Пакистан шарахнул по Ирану. Ну, чтобы у них градус упал немножко. Субтитры создавал DimaTorzok